Доброе утро! Доброе утро! Программа «Утренний экспресс» на ваших экранах. Друзья, сегодня 6 мая. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор Уральской медицинской академии. Медицинского университета. Университета. Практикующий невролог. Да, и Лена Лебедева. Доброе утро! Доброе утро! Многие люди страдают головокружениями и часто признаками головокружения считают слабость и невесомость. Что вообще, в чем причина головокружения бывает у людей? Вообще, головокружение, согласно определению, предусматривает вращение. То есть обязательно должно быть вращение либо собственного тела, либо окружающих предметов. Если вращения нет, это уже не головокружение. Я могу сейчас вызвать у Юли головокружение? Ну, слушай, я в принципе страдаю этой проблемой, поэтому мне особо интересно. Давай вопросы тогда. Ну, нет, ну как бы у меня не то, что кружится, у меня даже кружится не вот так, а вот так вот больше. То есть у меня начинается... Это головокружение, это вы правильно сказали. Да, ну а вот многие считают, что может защемить какой-то нерв в спине, и голова закружится. Так ли это? Остеохондроз является ли причиной головокружения? Я вам расскажу очень подробно обо всем этом. Вообще, наиболее частой причиной головокружения является доброкачественное позиционное головокружение. Это головокружение связано с тем, что во внутреннем ухе есть мембрана. Она относится к органу равновесия. В этой мембране есть особые структуры, камешки, и они могут отрываться и переходить в так называемые полукружные каналы. И в результате, когда человек поворачивает голову или поворачивается в кровати, либо резко встает, либо резко наклоняется, возникает головокружение. При этом действительно окружающие предметы вращаются. А когда возникает вообще первый приступ этого головокружения, возникает очень неприятное ощущение, как будто бы падает потолок. И при этом возникает выраженная, может быть, такая вегетативная реакция в виде потливости, прилива крови к лицу. И человек чувствует просто страх, что же случилось. Ну, еще и без глазами белеет периодически. Да, это доброкачественное позиционное головокружение. То есть действительно у вас оно есть. И как с этим порывается. Я вам расскажу. Это самая распространенная причина головокружения. А ты слушай, слушай. Мне как бы это все чуждо. Ладно, я послушаю. Лечится это с помощью вестибулярной гимнастики. Поскольку с помощью вестибулярной гимнастики можно обратно, чтобы зашли вот эти отолиты, которые вышли и находятся в полукружных каналах. Как они называются? Отолиты. Отолиты. Это не отолиты. От уха, да? Да, во внутренней мухе, структуры. Именно которые должны быть в мембране. То есть у вас больше на правый или на левый бок возникает головокружение? Ох, я так сразу не припомню. Сейчас у вас его нету? Нет, сейчас нет. Ну, мы на вас сейчас ничего показывать не будем. Но лечится это с помощью вестибулярной гимнастики, которую я могу показать. Ну, подождите, давайте мы еще поговорим. А вообще может ли головокружение быть связано с эмоциональным состоянием человека? Абсолютно правильно. Очень часто, это одна из распространеннейших причин головокружения, это психогенное головокружение. Когда человек находится в состоянии стресса, Круглосуточного. Да, круглосуточного. А то мы на мусиле актеры, поэтому у нас есть постоянно стресс. И человек, который находится в состоянии стресса, может испытывать так называемое психогенное головокружение, которое является неистинным. То есть вращение при этом отсутствует. И это основное отличие от обычного головокружения. Лечится это тоже с помощью назначения некоторых препаратов, которые оказывают седативный эффект, успокаивающий эффект. И оно тоже проходит. Ну а если человек почувствовал головокружение, сразу ли нужно обращаться к врачу? И вообще к какому специалисту обращаться? Вообще головокружением занимается невролог, потому что мы должны, неврологи, дифференцировать с другими более даже опасными заболеваниями. В частности, инсульт или транзиторная ишемическая атака, прединсультное состояние. Но при этом у человека, кроме головокружения, должны быть другие симптомы, такие как выпадение чувствительности, допустим, на руке или ноге или на лице, слабость в руке или в ноге, нарушение зрения, допустим, выпадение зрения внезапно на один глаз или даже слепотал. Нет, к счастью, всё это мне чушь, да? Либо нарушение речи. Но если человек чувствует, кроме головокружения, что-то серьёзное, нужно обязательно вызывать скорую помощь. А если человек когда-либо... Если у тебя перестал видеть один глаз, я думаю, тут любой человек... Ну, некоторые, вы знаете, думают, что, может быть, это связано, ослепило фару или что-то ещё, понимаете? С ума сойти. Если есть нарушение речи, если есть нарушение ещё каких-то других функций, таких как память, нужно срочно обращаться к врачу. А если кто-то перенёс такое, даже вместе с головокружением, нужно обращаться к неврологу обязательно. И наблюдаться далее. И наблюдаться. Так, ну давайте теперь перейдём уже к гимнастике. Да, гимнастика. Значит, я вам... Сейчас, давайте, мы телезрители тоже смотрите. Если вдруг головокружение сейчас у вас от нашей бешеной программы... Значит, смотрите, получается, чтобы лечить головокружение, нужно определить, на какой бок оно более сильное. То есть мы просим обычно... Ну, так, когда я последний раз упала, я встала и упала сюда. Ага, направо. Направо. Значит, тогда нужно лечь на правый бок. То есть мы ложимся на правый бок, но представим, что вот эта кровать... Легли. Сначала мы садимся посередине кровати, потом ложимся и нос к низу. Потом резко переворачиваемся на противоположный бок и лежим носом к низу. Но, к сожалению, здесь никакой... Понятно, мы уже поняли. Но самое главное, что человек должен повторить несколько раз. Это резко нужно? Это резко. Это получается, пять минут он так лежит, переворачивается. Своё головокружение в одну сторону нужно переправить на другую. Да, пять минут он лежит вот так, обратно пять минут вот так, носом к низу, именно носом к низу. И последний раз пять минут вот так. Ага. И всё? И головокружение исчезает. Но надо повторять несколько раз в день. Если оно не исчезло с первого раза, можно повторить несколько раз в день, допустим, ну, три раза в день, по 20 минут получается. И оно должно исчезнуть. Но головокружение доброкачественное, позиционное, оно может исчезать самопроизвольно. Я думаю, что вы не выполняли никакую гимнастику, оно исчезло. Я просто посидела, отдышалась и пошла дальше. Но, тем не менее, на головокружение стоит обращать внимание, потому что оно может быть связано с более серьёзными заболеваниями, даже опухолью, в частности невриномой слухового нерва, когда снижается слух и появляется шум в ухе. Ну, а если это связано со стрессами? Если это связано со стрессами, это нужно лечить и принимать меры в виде повышенной физической активности и достаточного обдака. Ещё больше физической активности. И тебя вылечит, и меня вылечит. Спасибо, доктор. Елена Лебедева, невролог, доктор медицинских наук, была у нас в гостях. Спасибо. Рассказала практически всё нам о головокружении. И мы хотим пожелать, чтобы у вас голова окружилась только от счастья и любви. О, великолепно. Спасибо.